Привет, я Антонио Сентено, основатель канала Real Man Real Style, и сегодня я дам вам 5 советов о том, как использовать одежду, чтобы максимально увеличить привлекательность. Эта идея возникла от гостевого поста моего друга Дария. Он работает на Sexy Style for Joe. Он написал эту статью, и мне она приглянулась. Правда, есть пара моментов, с которыми я не согласен. Но как бы то ни было, мне нравится его метод. Можете почитать статью, он на самом деле экспериментировал. В своем видео он подходил к женщинам в разной одежде, то есть это никак не подтверждено наукой на больших контрольных группах. Но я уважаю его за то, что он поставил себе цель и вышел в поле тестировать свои идеи. Джентльмены, если мне и есть что сказать, так это будьте достаточно смелыми, чтобы принимать активные действия. Будьте самим собой. Действительно задумайтесь о том, кто вы и что вами движет, и носите одежду, которая посылает это сообщение, показывает ваш внутренний образ. Начнем мы с трех основных фундаментальных принципов, а уже затем поговорим о пяти советах. Первый. Всегда носите одежду правильного размера и которая хорошо сидит на вас. Это очень широкая тема, я не успею ее раскрыть в этом видео, но вы узнаете больше об этом на моем канале Realm & Real Style. Я всегда думаю о том, что будет выглядеть на мне отлично. Пункт номер два. Всегда думайте о том, что вы одеваете, и как это будет выглядеть со стороны. Поговорим о кожаных куртках. Они посылают сигнал бунтаря. Для некоторых они выглядят очень сексуально. Они содержат в себе менталитет байкеров, особенно в Соединенных Штатах. Это то, что сразу возникает у людей в голове. Это как белый халат у врачей. Это как мы воспринимаем внешний образ. То же самое происходит, когда мужчина носит деловой костюм. Мы доверяем людям в костюмах. Это словно запрограммировано в нас с детства. И последнее. Найдите в себе отвагу, чтобы выделяться. И я имею в виду именно выделяться. Конечно, в хорошем смысле. Вспомните ситуацию, когда вы замечаете, как что-то двигается, именно потому что оно выделяется на заднем плане. Или когда мы видим яркий цвет, он тут же захватывает наше внимание. Женщина в красном платье. Или красная машина, которую полицейский останавливает, именно потому что она выделяется. Так что этот трюк необходимо использовать разумно. Итак, ребята, давайте перейдем к пяти тактичным советам. Номер один. Это аксессуары. Самый легкий способ – это часы. Я работаю с The Fifth Watchers. Они мне очень нравятся. Я получал много комплиментов с этими часами. Хотите верьте, хотите нет, я ношу браслеты от моих друзей Helix. И это очень удобные браслеты. Вот такие маленькие штучки очень помогают выделяться, захватывать внимание на большой тусовке. Карманный платок может послужить хорошим началом разговора. Вы узнаете эту картину? Если да, то напишите в комментариях, из какой библейской истории это пришло. Он сделан компанией Remplay & Co. Очень красивые платки. Эти маленькие вещи помогут привлечь внимание, если вы достаточно отважны. Возможно, носить шляпу. Самое главное – это научиться носить эти вещи правильно, быть уверенным в себе, и тогда использовать эти аксессуары. Пункт номер два. Это носить одежду, которая подчеркивает ваше тело. Если у вас спортивное тело, футболки с V-образным вырезом будут выглядеть отлично. Недавно я снимал видео в рубашке от компании Trim. Отличные рубашки, но они созданы специально для подтянутого телосложения. Причина, по которой рубашка выглядит хорошо – это фирменная ткань. Эта ткань сделана специально для того, чтобы подчеркивать тело. Жилет отлично подходит, если вы немного тощий. Он может привлечь внимание и отлично дополнить ваш внешний вид. Уделите внимание тому, чтобы одежда сидела на вас хорошо и создавала определенный имидж вашей верхней части тела. Для большинства мужчин это сразу создает ощутимые изменения. Когда смотрят на мужчину, то первое, на что обращают внимание, это плечи, грудь и на область живота. Когда образ формирует треугольник, это говорит о силе и внушает людям доверие, а это то, что мы хотим сигнализировать. Пункт номер три. Покупайте качественные вещи. Если мы еще обычно обращаем внимание на одежду, то когда погода меняется, мало кто задумывается о верхней одежде. В Калифорнии, когда температура падает до 10 градусов, люди одевают куртки. Вложите деньги в качественную куртку. Самая лучшая моя покупка – это пальто, которое на мне сидит как в литое. Мне постоянно делают комплименты, когда я выхожу в нем. Тут, в Висконсине, мы примерно полгода ходим в верхней одежде. В демисезон подойдет хороший добротный тренч. Но если станет совсем холодно, то возьмите себе куртку. У меня есть друг Дэна с Техаса. У него была куртка от Билли Рид. Каждый раз, когда он шел в какой-нибудь бар, он говорил, что всегда вдруг откуда ни возьмись, появлялись женщины возле него. Они подходили, начинали с ним говорить, потому что он выглядел круто. Все ребята были в рубашках. Но когда ты еще и в куртке, то это создает вау-эффект. У парня есть стиль, и выглядит он хорошо. Да, это производит впечатление. У него есть много таких историй, связанных с этой курткой. Пункт номер четыре. Джинсы по фигуре. Брюки или штаны не всегда себя хорошо показывали в экспериментах Дарья. Поэтому он настоятельно рекомендует джинсы. И особенно узкие. Я думаю, что лучше в обтяжку, а не облегающие. Особенно, если у вас есть немного лишнего веса. Джинсы, вероятнее, будут куда лучше, чем штаны. Пункт номер пять – это обувь. Создайте свою игру. У нас у всех есть туфли. И вы, конечно, можете их носить. Туфли с джинсами. У меня этому посвящен целый ряд видео. Но, возможно, вместо оксфордских вам больше понравятся цельные классические. Они будут выглядеть по-деловому, но при этом без лишних элементов. Если вы захотите что-то более простое, то, возможно, вам понравятся монки. Можете попробовать с высоким подъемом. Или даже поэкспериментировать с замшевыми туфлями. Выбирая обувь, будьте уверены, люди это заметят. Особенно женщины. Они смотрят на ваше лицо, потом на вашу обувь, потом обратно наверх. Они посмотрят на вашу обувь и вынесут приговор. Так что пользуйтесь этим преимуществом. Итак, ребята, конечно, многое зависит от места и контекста, и что вы хотите передать своим внешним видам окружающим. Если хотите узнать больше, заходите на мою статью на сайте Real Men Real Style. Мой друг Дарья выставил там отличное видео со своим экспериментом. На этом все, ребята. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин